Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Джон Уайт, губернатор английской колонии, исследователь, художник и картограф, плавал с Ричардом Гренвиллом в первой попытке колонизировать остров Руанок в 1585 году, выступая в экспедиции в качестве художника и картографа. Наиболее известен тем, что недолгое время служил губернатором второй попытки основать колонию Руанок на том же острове в 1587 году и обнаружил, что колонисты таинственным образом исчезли. Я цитирую Википедию. Точная дата рождения художника неизвестна, но представляется вероятным, что он родился где-то в 1530-1540 годах. Известно, что Уайт посещал церковь в приходе святого Мартина Латгейта в Лондоне. В 1566 году он женился на Томасин Купер. У них родился сын Томас и дочь Элеонора. Сын Томас умер молодым. Мало известно об обучении Уайта как художника, но вполне возможно, что он учился на иллюстратора у лондонского мастера. На его рисунках того периода были изображены земли и люди, которые он встречал во время путешествия. Уайт был направлен сэром Уолтером Ролли в качестве художника и иллюстратора сэра Ричарда Гренлила в его первое путешествие в Новый Свет. Увлечение Уайта акварелью было необычным. Большинство современных художников предпочитали использовать краски на масляной основе. Акварели Уайта вскоре стали сенсацией в Европе. И вскоре акварели были выгравированы фламандским мастером-гравюром Теодором де Брии. Благодаря печатным изданиям иллюстрации стали широко известными и распространялись. Они были опубликованы в 1590 году под названием «Америка». Сегодня Уайта помнит главным образом за его акварели. В 2007 году британский музей выставил всю группу акварели Джона Уайта на всеобщее обозрение в рамках коллекции «Новый мир. Первый взгляд Англии на Америку». Один из кораблей времен Второй мировой войны «Либерти» был назван в его честь. Умер около 1593 года. Вот так вкратце из переводной википедии о Джоне Уайта, губернаторе английской колонии, исследователе, художнике и картографе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.